Мы не добрали те суммы, которые, по большому счету, были предусмотрены, скажем так, 143-м указом, то есть о поддержке субъектов хозяйственных в связи с эпидемиологической ситуацией. С точки зрения задолженности недопоступления в бюджет от действующих предприятий, она у нас традиционно невысокая, не превышает 0,5% пункта. Это не наши оценки, это оценки международных экспертов. Это одна из самых низких задолженностей в мире. Если говорить по сумме поступлений, то они превысили 27 миллиардов рублей. Это, конечно, оперативные данные, пока мы ими оперируем. Но, опять же, уже традиционно более 70% бюджета формируется поступление от налоговой службы. По сумме, если брать сравнение с 2019-м, то цифры не изменились. Более того, я бы хотел обратить внимание, что были своего рода такие деструктивные призывы, там о неуплате налогов, о каких-то непонятных действиях. Так вот, второе полугодие 2020 года показало, что поступление на 13% превышает поступление первого полугодия. И здесь я бы, конечно, хотел поблагодарить наших законопослушных, обязательных, ответственных налогоплательщиков за их такую гражданскую позицию, за их такую социальную ответственность. Наверняка именно вот эти факторы и позволили выполнять все социальные обязательства. Ну и мне отрадно, честно скажу, отметить, что по итогам 2020 года количество субъектов хозяйственного выросло на 12 тысяч. На мой взгляд, тут есть и лепта, в том числе и налоговой службы, с точки зрения упрощения администрирования, создания комфортных условий ведения бизнеса. В первую очередь, хочу сказать, не надо волноваться. Конечно, все будет зачитываться, и никаких двойных уплат не будет. Это однозначно и убежденно я заявляю ответственно. Если кто-то заплатил в прошлом году, то уплата возникнет с того момента, когда истечет уплаченная сумма. Условно говоря, если в сентябре 2019 года произошла уплата на два года физическим лицом, то за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года надо будет уплатить в бюджет. А сам порядок начисления, конечно, он изменится. Исчисление для физических лиц транспортного налога будет производить налоговая инспекция. Это можно провести параллельно, на мой взгляд, с имущественными платежами. Как граждане получают извещение на уплату налога на недвижимость, налога на землю. Примерно в таком же ключе будет выстроена эта работа. На сегодняшний день ведется активное взаимодействие с Министерством внутренних дел по актуализации базы регистрации автотранспортных средств. Ведется работа с Министерством внутренних дел по формированию инструкции об упрощенном снятии транспортных средств с учета, чтобы у граждан была возможность до 1 июля 2021 года произвести это снятие транспортных средств. И когда база будет актуальна, тут вообще, честно скажу, я проблем никаких не вижу с точки зрения начисления, с точки зрения уведомления граждан об уплате. Что касается взыскания, тоже традиционные пути. И, в принципе, если нет уплаты, значит, будет либо решение судебного органа, либо нотариальная надпись, и будет это взыскание производиться в принудительном порядке. Ответственно, опять же, могу заявить, что налоговая нагрузка в 2021 году не изменится. И те точечные льготы, которые отменены, они абсолютно не влияют на общую налоговую нагрузку. Потому что количество субъектов хозяйствования, количество лиц, которых касаются вот эти изменения, ну, абсолютно мизерно на общем фоне. Более того, я никогда не скрывал, что позиция нашего ведомства — это минимизация льгот. И не с точки зрения тут даже увеличения поступления в бюджет, а с точки зрения выравнивания конкуренции, с точки зрения выравнивания социальной справедливости. И, на мой взгляд, вот те решения, которые были приняты, точечные, там, где-то, как, допустим, для субъектов электросвязи увеличение налога на прибыль или увеличение подоходного налога до уровня, как платят все граждане у работающих, у резидентов парка высоких технологий, это как раз и выравнивает условия конкуренции и выравнивает социальную справедливость. И вообще, если в идеале говорить, то, конечно, хотелось бы, чтобы льгот практически не было, ну, за исключением, конечно, социальных. И за счет этого, опять же, это наша такая позиция, нам бы хотелось, чтобы общие ставки налогообложения снижались. Выравниваем ставки подоходного налога, но еще раз хотелось бы обратить внимание, не для резидентов парка высоких технологий или Великий Камень, а для лиц, работающих у этих резидентов. То есть для физических лиц, по большому счету, мы просто привели в соответствие те ставки подоходного налога, которые есть у работника сельского хозяйства, работника промышленности, бюджетной сферы и вот этой категории работников. С точки зрения дополнительных поступлений, еще раз говорю, это абсолютно не те цифры, которые там влияют на бюджет, на общее состояние его наполнения. Нет, и на мой взгляд, здесь гораздо более важны вопросы социальной справедливости и социальной ответственности. Ну, у ремесленников налоговая ставка увеличилась с одной базовой величины до двух в год. Я обращаю внимание, на мой взгляд, это абсолютно ни о чем и не критично. Если говорить про самозанятых, то здесь, да, по некоторым направлениям ставки увеличены, но подавляющее большинство видов деятельности там ставка увеличена на прогнозный индекс потребительских цен. То есть по большому счету осовременивание рублевой ставки. То есть если говорить уже так, по большому счету увеличение налоговой нагрузки не происходит. Отразиться или нет, наверное, все-таки вопрос этот не столько к налоговой службе, сколько к субъектам хозяйствования. Еще раз скажу, мы много сегодня употребляем это словосочетание к их социальной ответственности. Приведу простой пример. У нас до 2021 года были освобождены от налога на добавленную стоимость медпрепараты, производимые и ввозимые на территорию Республики Беларусь. В Российской Федерации ставка была 10%. Но, несмотря на то, что у нас было освобождение от налога на добавленную стоимость, стоимость лекарств почему-то у нас была выше. Поэтому увязывать это с налогообложением, ну, как минимум, это не совсем корректно. Только с налогообложением. Поэтому я считаю, что роста цен не произойдет. Спасибо вам.